Продолжение следует... То есть, увидим, собственно, что такое Next Gen в деле. Это первый такой реальный, хороший, качественный эксклюзив на эту приставку. Давайте посмотрим, что же она из себя пристарает эта игра. Похождение, естественно, будет полностью слепым. За спойлеры сразу же бан на канале и в группе. Вот. Ну и давайте вместе с вами познакомимся. Я, на самом деле, в Killzone не играл. Это была такая серия на PlayStation 3. Там вышло, насколько я знаю, три части. Ни в одну из них не играл, к сожалению. Поэтому знакомство с игрой для меня будет впервые. Насколько я знаю, вроде как здесь у нас, собственно, будет предыстория всех этих событий. Либо же что-то типа перезапуска серии. То есть, короче, я особо ничего не потерял, на самом деле, думаю, что в плане сюжета. Так что давайте начинать начало новой кампании. Так, пожалуй, на средний уровень сложности. Хотя, на самом деле, не знаю, в шутере еще на PlayStation 4 я не играл. Поэтому не знаю, что получится. Но пофигу. Пусть будет средняя. Погнали. Война между виктанцами и хелгастами кончилась моментально. Ее назвали Террацит. Миллиард жизней сгинул в петруситовом пламени, которое превратило Хелган в безжизненную каменную глыбу. Впоследствии стороны пришли к компромиссу и достигли нелегкой договоренности. Выжившим пообещали убежище на другой планете. Векте. Родине тех, кто уничтожил Хелган. Половину планеты отдали беженцам. А виктанцы, жившие там, вынуждены были уехать. Теперь это был не их дом. Это был новый Хелган. Ну что же, начало очень интригующее. Как видим, графика, конечно, на уровне. Голова первая. Отец. 27 декабря 1370 года, 034. Векте Сити, Хелганский сектор. На все вопросы вам ответят у терминала. Эй, эй, тебе разрешили стоять? Двигай. Офигеть, я понимаю графон. Но только поглядись на это. Все, Лукас, мы уходим. Бери поменьше. Только нужное. Слушай, я знаю, это трудно, но выбора нет. Дойдем до стены, и все будет хорошо. Я прикрою тебя. Ну и ты тоже меня прикрывай. Ладно? Будешь моим напарником. Идем. Ну что же. Я иду. Я иду, папа. Подожди. Я, видимо, совсем маленький, судя по тому, что мы увидели в окне, когда камера наплывала на окно. Да и, собственно, по голосу слышно. Азвучка, конечно, на уровне, на высоком. Довольно. Ну давайте оглядимся для начала. Ща обратим, сейчас все будет. Офигеть. Так, это присаживаться. Понял. Хорошо. Блин, как же потрясающе круто. Ну только посмотрите на эту графику. Это просто что-то невероятное. Ну ладно. Пойдем, папаня. Давай. Тут, видимо, все очень плохо. Судя по всему. Внимание. Приказ о вычислении. Внимание. Выходите. Быстро. Сюда. Ой, жесть. А, прямо так, да? Так, перебегнуть через карниз с крестиком. Хорошо. Сейчас прыгнем. Дайте оглядимся. Блин, как же красиво. Просто глаз не отвести. Ну ладно, погнали. Давай. Давай. Нету никаких патрончиков, чего-нибудь такого. Вроде не видно ничего. Ладно, тогда проходим дальше. Все будет хорошо. Локус, обещаю. Это не навсегда. Мы вернемся. Это векта. Это наш дом. Он всегда будет нашим, запомни это. Понял? Постарайся не шуметь и держись в тени. Идем. Хорошо. Идем. Постараться не шуметь и держаться в тени. Понял тебя. Насчет звуков. Звуки на самом деле я не тестировал. Будет громко, не громко. После первой серии. Думаю, что нормально должна быть, по идее, в принципе. Судя по остальным играм, я немножко потестировал, позаписывал для себя кусочки небольшие. Вот. Так что надеюсь, что... Твою же... Ну да. Надо было бежать. Рафтыкал. Ладно, друзья, ничего страшного. Такой, по поводу звуков, собственно, значит, если что, будем потом... После серии настраивайте. Второй серии уже будут идеальные звуки, должно быть. Сейчас пока проверочная такая сделаем. Так, присесть, понял. Ну-ка, сюда. Я здесь. Батя, все нормально. Let's go. Да, довольно неприятный, конечно. Так, тихо. Стражники тут у вас. Жди здесь, не шеплись, ладно. Ладно. Ну, Лукас, давай. Давай. Хорошо. Ты молодец. Сейчас главное не сглупить. Так, давай-давай, сразу за тобой. Так, у нас охранник ходит впереди. Надо быть аккуратным. Уже не упрямый. Все, идем. Сюда. Скорее. Давай. Кто-то из наших? Кто вы? Не восхватывайся. Куда вы взялись? Забы. Тьфу. 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 Чернокожий мужчина. Про тебя речь, что ли, дружище? Я тебе не завидую. Хотя положение нас, в принципе, не завидное сейчас, как мы видим, вообще. Очень даже. Нас ищут. Но нужно бежать отсюда до планеты. Сюда. Мы пока что пойдем с ним. Ну окей. Надеюсь, вы знаете, что делается. Так. Все нормально, Лукас. Заходи. Да и ты, бать, заходи. Алис, уже давно все в порядке. Тут вроде чисто. Спасибо. Это твой сын? Я веду его к стене. Тебе пригодится помощь. Ты маршал День, да? Почему Хилгасты это делают с нами? У нас был договор. Они же пообещали нас выпустить. Слушай, друг, я тоже не в восторге. Но теперь они здесь хозяйничают. Я же сказал, тебе нужна помощь. Проведешь нас к стене? Южный переход закрыли, так что пойдем в обход. И так кучу времени потеряли. Твое имя? Синклер. Я Майкл Келлан. Это мой сын Лукас. Так, мы сейчас выйдем. Держись рядом со мной и постарайся не шуметь, ладно? Ты молодец. Ладно. Я в тебя верю. Твой отец умный мужик. Пошли. Да, вроде не дурак. Надеюсь, мы сможем прорваться к стене. Так, быстрее, 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 быстрее. Что там? Дверь заклинила. Черт. Она во что-то убирается. Дыра в крыше. Надо, чтобы кто-то пролез туда и расчистил завал перед дверью. Ну, я, кажется, знаю кто. Ну да, ребята, я все понял. Лежайтесь, назад пути нет. Я смогу. Только он один сможет тут пролезть. Давай. Так, теперь наверх. Будь осторожен. И сразу же иди к дыре, хорошо? Ладно. Да уж. Ладно. Вроде неплохой парень. Он всегда все делает по-своему. Так, вот дыра быстрее, пока фонаря нет вам. Есть контакт. Так, убрать доску. Офигеть. Пошли. Осторожно. Ой, все плохо сейчас будет, мне кажется. Ох, запарят нас по-любому. Трое там их. Ну, в принципе, по одному на каждого. Нет. Я сниму его. Не бойся, он оглушен. Ты что творишь? А теперь он убит. Нет. Я так не согласен. Тебе нужна была помощь? Вот она. Переживать будешь, когда мы выберемся. Пошли. Стена уже близко. Ну, на самом деле, Синклер прав, я считаю. Потому что, и правда, реально, это большой риск. Во-первых, автор их, собственно. Они бы не стали ценимойницей. Они бы нас сразу убили бы, если бы увидели. Так что нафиг. Стреляем на выражение. Никого оглушения. Как бегать быстро, интересно. Офигеть. Слышал, Лукас? Почти пришли. Будет на чеку. Хорошо. Кажется, все-таки, непривычно быть таким маленьким, по сравнению с нормальными людьми. С взрослыми. С маленькими. С высока. Вот черт. Офигеть. Помоги мне, папа. Ну же, давай. Ай, жесть. Офигеть. Держись за мной, Лукас. Стойте. Стойте. Нас обещали выпустить. Прошу. Со мной тут сын. Мы безоружны. Стойте. Стойте. Так нельзя. Это и наш дом тоже. Ну да. Нет. Пипец. Что это с ним? Они шевелятся. Вот черт. Что теперь со мной будет? Придется мне за тобой приглядеть. Пошли. Нам бы только попасть за стену. Пошли. Да, грустное, конечно, начало. Отца убили. Теперь мальчик останется этим человеком, совершенно незнакомым, которого он видит буквально впервые. Пипец. Отлично, Лукас. Восемь лет спустя. Ты самый молодой кадет за всю историю нашей академии. Гордись собой. Твой отец чувствовал бы то же самое. Все, чего хочет наш народ, жить в мире, мы должны оттеснить Хилгастов. Перейти через стену. Несмотря ни на что, это все еще наша векта. Однажды ты ее вернешь. Вернешь нам. 14 лет спустя. Честь, что ты с нами, Лукас. Ты знаешь свою цель. И знаешь, чем грозит провал. На голову тебе наденут мешок. Выведут на стену. В цепях. Осмеют. А потом казнят. Грустно, учитывая, что мы увидели только что флешбеки с мешком. Так, стена. 7 июня. 2390 года. Ты не представляешь, как нас дошнит от этого. Жить бок о бок. С теми, кто разрушил нашу планету. Да уж. А ты симпатичный. Ты, Лукас Келл, думаешь, что это мы преступники? Тебя я убью последним. Как только смогу освободиться. Эта стена не будет стоять вечно, маршал Тень. Придет день, и мы захватим весь ваш город. Удачи. В этот раз так просто не будет. Стоп. По высочайшему приказу, не вывязарить. И в соответствии с восьмым пунктом мирного договора. Мы уполномочены освободить и обменять пленку. Причем, не замедленно. Офигеть. Все пошло немного не по плану. Так, лады. Отлично. Минус один. Ну пипец, девушка, ты что? Спасибо. Блин, ну это было эпично, конечно. Вообще, вот эта ракета, когда полетела. Первое достижение. Отец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же красиво. Просто потрясающе, друзья. Просто дух захватывает на самом деле, на картинке. Я надеюсь, что вы тоже получаете некое удовольствие от просмотра. Это, по-моему, просто офигенно круто. А идет, грубо говоря, только первая игра. Но после Шли-4, представьте, что будет дальше. Какие будут игры в дальнейшем на этой приставке. Вот он, Next Gen. Новое поколение игровой индустрии. Офигенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они не видят то, что вижу я. Разведка не врет. Они против. Но, министр, придется их убедить. Мне надо идти. Извините. С прибытием, Лукас. Спасибо, сэр. Я рад вернуться. Парни оценят твой поступок, но это было глупо. Ты слишком важен для операции. Черт, ты слишком важен для меня. Пришлось, сэр. У них не было иного шанса выбраться оттуда живыми. К счастью, мы тебя обменяли. На кого? Псевдоним Эхо. Канцлер Визари очень хотел ее вернуть. Полукровка, но вроде ни в чем не замешана. Вот, посмотри. Как правитель нового Хилгана, я не допустим... Ты это уже видел? ...как правитель нового Хилгана, я не допустим... ...как правитель нового Хилгана, я не допустим... ...переговоры давно сорвались. Власти помалкивают, ищут варианты. Но это без толку. С каких это пор нас интересуют политики? Вот так. Я знаю, что многого прошу после всего, что было. Но ты мне нужен. Мы на грани, Лукас. Один неверный шаг, и все полетит к черту. Я готов, сэр. Мы послали разведчиков за стену. Прослушивание переговоров, наблюдение за войсками. Нужны доказательства, чтобы атаковать. Что случилось? Мы не знаем. Прошло уже два часа. Они не вышли на связь. Узнай, в чем дело. Свяжись со мной, когда найдешь отряд и заберешь данные. Хилгасты знают про нас. Главное не подставиться. Не оставлять следов. Я доверяю это дело тебе. Ты в этом лучший. Ну, спасибо, конечно, за доверие. Правда, не сказал бы, что я лучший. Ну, ладно. Глава вторая. Тень. 21 июня 2013 года. Хилганский сектор. Парк Визаре. Для просмотра сведений удерживайте... Что это за кнопка удерживать? А, это что ли получается? Подожди. Нет. Блин, а... А, да. Смотри-ка, да. Это сенсорная кнопка. Так, найти разведданные и спасти выживших. Проникнуть на очистительную станцию. Какое-то сканирование. Блин, круто. Ладно, хорошо. Пойдем потихонечку. Пока что из того, что я понял, собственно, об этой игре, об ее сюжете, то, что далекое-далекое будущее. Существует какая-то планета, которая поделена на две стороны. Плохую и добрую. Между собой они воюют, оградились стеной. И, собственно, происходит полный пипец. И нам нужно эту планету вернуть, потому что планета принадлежит нам, в доброй стране. Следуй за путем крысы. Ну, окей. Не вопрос. Ай, даже больно было. Немного. Ух ты, блин. Путь крысы. Оригинально. Ладно. Поехали. Я так понимаю, у меня только нож есть. Пока что. Ну что ж, надеюсь, что больше мне ничего тут не понадобится, в принципе. Пульсар, это тень 1-8. Я проник внутрь. Отлично, 1-8. Теперь найди контейнер со снаряжением. Вас понял. Так. Текущее задание цели отсутствуют. Странно. Вроде сказать, какой-то контейнер найти. И в то же время цели отсутствуют. Что там такое было только что? А, залезть обратно. Нет, спасибо, не хочу. Так, понял. Разобрался бы немножко с управлением, но еще просто. Пока непривычно. Так, ладно, дальше-то куда, друзья? Какой-то контейнер найти. Ну, собственно, где он? Блин. Может, нам его как-то подсветит? Давайте посмотрим. Да нет, вроде не подсветит. Наверное, нам сюда надо залезть. Так, я полагаю. Давайте погодим, прав я или нет. Ну, вроде да. Вроде все верно. Пульсар, я заметил камеру наблюдения. Используй тактический эхолокатор для обнаружения врага. Действуй осторожно, 1-8. Конец связи. Так, хорошо. Эхолокатор. Я так понимаю, вот это и есть эхолокатор. Ну, пока вроде все хорошо. Пока безопасности. Так. Сюда можем пройти? Да, можем. Надеюсь, что я правильно иду. Вот оно что. Вот эта камера и вот эта область, которую она отслеживает. Ладно. Потихонечку постараемся обойти. Давайте еще раз посканируем. Мало ли что еще нам покажет интересного. Ой, блин. Как все плохо. Черт возьми. Ладно, пока вроде нас не заметили. Перепрыгнул. Замечательно. Чтобы перепрыгнуть яму, нажмите и икс. Она была, наверное, с разбега как-то. Вы знаете, просто пока что такое ощущение, что это игра из серии Press X to win. То есть нажми икс, чтобы победить. Нет, нормально все. Тут правда надо. Прыгать с разбега. Ладно, сканируем еще разочек. Пока все хорошо. Блин, какая же четкая и крутая картинка. Какие же прикольные эффекты. Как же это все реально завораживает. Пока что, конечно, так вроде не скажешь, что прям супер такой наэксген. То есть, в принципе, то же самое Crysis 3, наверное, да? Был очень схож по графике. Но, тем не менее, все равно игра выглядит просто шикарно. Так, сюда нам не забраться. А дальше-то куда, интересно, в таком случае. Ну, через яму мы перепрыгнули, значит, нам явно на эту сторону. Надо было идти. Ну, куда теперь? Вот в чем вопрос. Так. Хорошо. Посмотрим, может, я что-то упустил из виду. Ну, там явно на самоубийстве будет старпрыгнуть. Туда, в принципе, тоже. Может быть, сюда? Наверное, да, сюда. Логично. Так. Быстро посмотреть метки. Нажмите вот эту кнопку сенсором. Какие метки? О чем он? Может быть, вообще имеется дунета кнопка, а что-то другое. Может быть, это... Что-то не то было изображено. Так, подожди. А, все нормально. Показалось. Так, ладно. Поехали. Офигеть. Регулярно используются тактические локаторы, чтобы иметь формационное преимущество над противником. Ладно. А, вот он, вижу противника. Понял. Так, хорошо. Там у нас камера, там не пройти. Тут тоже, кстати. Блин, а как это быть? Сверху быть может? Какие будут приказания? Понял. Конец. Упав и спрыгнуть сверху на противника, вы можете мгновенно убить его рукопашной. Так, повышенный мобильный сотрудник охраны. Ну, попробуем. Ох, как здорово-то, а. Офигенно просто. Получи, сволочь. Так, не та кнопка. Sorry. Немного пока путаю с управлением, потому что непривычно, друзья. Но потихонечку привыкнем к новому геймпаду. К стереально он очень удобный. И в руках лежит гораздо четче и лучше, чем геймпад по стэшн 3. В целом, мне пока очень-приочень нравится. Вообще, вы знаете, если кому интересно, пока что от консоли дают ощущения только одни позитивные. То есть, все очень круто, на самом деле. То есть, вот прям как вот свои писали. Какого черта? А, боже мой. Пипец, это было фигово сейчас только что. Да, я их, правда, нахладил локатором, пользуюсь она гораздо чаще. Иначе, блин, тут все будет печально. Так, а можно как-то оружие твое забрать? Нет, дружище? Ты жив, что ли, еще? Оружие, короче, не дают на него, упало, все, ладно. Сейчас что-нибудь, наверное, поищем здесь. Потому что на самом деле так-то фигово, что мы рукопашно воюем, а они с автоматами против нас. Так вот, собственно, ощущения одни только положительные от использования приставки пока что. Единственное, что отморощало первые пару дней, это нельзя было, собственно, так, найти, спасите вырывших, найти груз. А, вот вижу груз, понял. То, что нельзя было войти в ПСН практически, нереально было. То есть, просто не пускало, потому что все наременно лезли в интернет, и, собственно, севера были перезагружены. Прошло уже больше месяца, а я так и не получил нужное оборудование. Я не смогу справляться со своими обязанностями, если у меня не будет всего необходимого. Привлекать новых рабочих нужды нет. Мне нужны не люди, а детали. Я знаю, что вы получите это. Хватит уже игнорировать меня. У некоторых из нас, кому не все равно, еще осталась гордость, знаете ли. Блин, офигенно, да? Вот это только что было с самого геймпада. На нем встроены динамики. Игры его по-всякому использовать будут. Это прикольно. И, конечно, крутая все-таки озвучка. Очень хорошая. Так, где у нас-то вообще проход дальше-то получается? Где этот? Наверное, сюда, наверное, надо. Посмотрим. Так, тихо. Тут лучше, наверное, в приседе идти. Так, вижу, снизу двоих. Здесь у нас что? Вроде как ничего интересного. К сожалению. Ладно, тогда будем продвигаться вперед. Так, атакова в противнику рукопашной. Быстро нажмите Р-3, чтобы бросить нож с сегодня у врага. Понял, прикольно. Тут кто-то есть противник! Угу, есть контакт. Кажется, понял. Ну почему же ваше оружие-то не могу поднять, а? Сволочи. Как же так-то? Как-то даже нереалистично, что ли. У вас же есть пушки по-любому. Вот это, конечно, потрясающе все красиво. Так, ладно, какие-то данные надо украсть. Давайте поглядим, где же они тут. Так, я пока, честно говоря, не вижу. Ладно, идем дальше. И не забываем сканировать. Так, тихонечко-тихонечко. Блин. Дайте оружие, гады. Ух ты. Это система ОВЛ, летающий боевой робот, обладающий несколькими полезными функциями. Блин, по-моему, он очень полезный. Чтобы использовать эти функции, выберите один из четырех режимов работы системы. Пройдите вверх, чтобы выбрать режим атака. Пройдите вправо, чтобы выбрать режим трос. Прикольно. Пройдите вниз, чтобы выбрать режим щит. Так, ну провел так. Пройдите влево, чтобы выбрать режим оглушения. Так, вверх атака вправо. Блин, я не помню, что там было. Вверх атака, вниз щит, вправо трос, влево оглушение, по-моему, да? Так получается. Блин, очень круто. Прям нереально круто. Ну ладно, пойдем потихонечку вперед. Так. Наконец-то. Первый контейнер. Направляюсь ко второму. Понял, 1-8. Контейнер с боеприпасами где-то рядом. Да вот он, 0 метров. Так. Выполнить взлом с помощью системы ОВЛ. Нажмите и перекрестите на цель. Нажмите так, на цель. Понял. Типа все, она его взломала, да? Или нет? А вот оно что. Блин, как круто-то, а? Подожди, у меня патронов нету. Вот черт. Это плохо. А как мне обратно ножик включить, интересно? Так, это меняет тип прицеливания. Хорошо, замечательно. О, у меня пистолет, оказывается, был. Без патронов, правда, тоже. Замечательно. Так, ладно, все это здорово, но где мой нож? Эй, ну так не честно. Отдайте нож-то. Ладно, плевать. Найдем где-нибудь боеприпасы, ничего страшного. Так, дальше-то куда идти теперь? Один контейнер мы обнаружили, второй у нас... А, вот там, наверное, вверх. Хорошо, пошли. Так, стоп, стоп, стоп. Как тут подняться-то? Что за фигня? Есть контакт. Так, и не забываем, естественно, сканировать периодически, потому что у врагов тут куча. А мы пока безоружные. Абсолютно. Просто захватывает дух на самом деле. Пачка отвисает, и смотришь на это все, и обалдеваешь. Блин, неужели это реальная игра? Я реально в нее играю. Очень красиво смотрится. Не знаю, на видео, наверное, будет немножко похуже. Все равно он вживую выглядит просто потрясающе. Так, давайте-ка, наверное, выберем режим атака. И, собственно, дим команду. Вперед, мой дорогой друг. Ой-ой-ой. Черт. Кажется, я умер. Не надо было так прыгать. Блин, ну кто же... А, там же тут система троса есть у нее. Точно-точно. Ладно, хорошо. Учтем. Так, давайте еще раз атака. И поехали. Вперед, моя дорогая, летающая хреновина. Убей их безжалостно. А я просто понаблю... Ох ты, блин, просто понаблюдаю, кто сказать. Удерживайте Л-1. Иди-ка сюда. Блин, офигенно. Так, вправо, чтобы... В режим трос. Есть такое дело. Так. Угу. Окей. Нашел контейнер с боеприпасами. Принято, 1-8. Офигенно. Наконец-то патронщики есть теперь. И, собственно, можно будет повоевать. Блин, как же красиво-то, а. Так, тихо-тихо-тихо. Мне это совсем не нравится. Что за звуки? Черт. Ладно, корысть не заметил. Наблюдаю в отдалении столб дыма. Скорее всего. Наблюдаю из мест нарушение. Иди туда, проведи осмотр. Выдвигаюсь. Конец связи. Я что-то только что сделал. У меня переключился какой-то рельеф влево нажал. Ладно, в топку. Давайте просто просканируем. Так, пока все окей. Пойдем потихонечку посмотрим, что там за дым. Хотя вы знаете, что у нас с вами, друзья, пора заканчивать серию, как-то не печально. Но следующую не оставлю себя долго ждать. Я надеюсь, что вам понравилось. Я пока за кадром потестирую, как же получилось громко, негромко. И, собственно, поднастрою игру, чтобы следующая серия уже была. Максимально комфортно, чтобы мой голос не перебивал громкость игры и наоборот. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Next Gen настал. Он прямо здесь и сейчас. И это не может не радовать. Надеюсь, что вы довольны этим. А с вами был Валда. А это была игра Killzone Shadow Fall на канале EpicType. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх. И не забывайте про комментарии. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.